МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я могу сказать, что не совсем однозначно, потому что сроки, в течение которых здравоохранение Севастополя перешло на работу в системе обязательного медицинского страхования, достаточно короткие. Это около шести месяцев, несмотря на то, что Российская Федерация в эту систему входила более 20 лет. В связи с этим, несмотря на то, что многие технические моменты были отработаны, и вся организационная часть была выполнена в полном объеме, у нас остается еще одна очень важная деталь. Это мировоззрение и пациента, и мировоззрение самих врачей. Дело все в том, что с 1 января система здравоохранения Севастополя, в отличие от всех предшествующих лет, имеет двухканальную систему финансирования. И вся медицинская деятельность сегодня осуществляется не просто, потому что она должна проводиться, она четко регламентирована постановлением правительства от 31 декабря 2014 года, которое утвердило основной документ, регламентирующий медицинскую деятельность. Это территориальная программа государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи, в которой сохранена в размере 1 трети бюджетная часть финансирования, и 2 трети, вот это впервые, это система обязательного медицинского страхования. Как та, так и другая часть предусматривает четкое нормирование объемов медицинской помощи, и связанное с этим финансирование медицинских услуг. Что это значит? Это значит, что если раньше врач мог просидеть 8 часов, не принять ни одного больного, просто они к нему не шли, они его не любят, и получить в соответствии с этим все деньги, потому что они доводились до медучреждения, независимо от того, сколько больных пролечили в стационаре, сколько больных приняли в поликлинике, какие результаты этого лечения, то сегодня все очень серьезно привязано именно к этим вещам. И те учреждения, которые работают плохо, которым не идут пациенты, в которых имеются очереди из-за не совсем правильной организации лечебно-диагностического процесса, то есть пациент просто-напросто не может попасть в врачу при отсутствии объективных причин для этого, туда будут поступать меньше финансов. Эти учреждения постепенно сами собой уступят место более динамичным, более организованным и более соответствующим медицинским структурам. Соответственно, будут и перетоки кадров, и так далее. Для пациента тоже не совсем, может быть, какие-то вещи остаются понятными. Дело все в том, что полис обязательного медицинского страхования – это как паспорт. То есть это основное условие получения бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации. Ну вот нет паспорта, тебя на самолет, наверное, не возьмут. Нет полиса. Прежде всего, невозможно произвести взаиморасчеты. Любые счета, которые должны попасть на счет медицинских организаций, за то, что они оказали медицинские услуги, они привязываются к этому полису. То есть не оплатит страховая медицинская организация медицинскую помощь, если ей не выставят счет. А какой счет можно выставить, если нет полиса, к которому привязан пациент. Поэтому мне бы хотелось, чтобы, может быть, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Всем абсолютно жителям Севастополя эти полисы переданы бесплатно. То есть никто за это не брал деньги. Они выданы. Сегодня почти 460 тысяч жителей подали заявление в страховые и медицинские организации. Имеют либо полис, либо временное свидетельство, которое является его эквивалентом. И сегодня не принимать это, ну, мне, честно говоря, не совсем это понятно. С другой стороны, даже если есть полис, этот полис должен быть зарегистрирован с той медицинской организацией, куда поступает пациент. В последующем, когда уже будет сформирован регистр, и все пациенты будут находиться в базе единой и в страховых медицинских организациях, и в медицинских организациях, которые оказывают медицинскую полис, помощь будет проще. То есть туда только фамилию введут, уже все данные будут там получены. Но сегодня вот самый сложный этап, это первый квартал, когда больные обращаются, когда формируется этот регистр. Он на самом деле требует большого напряжения от медицинского персонала, от медицинских регистраторов, которые формируют эту базу. Это очень большая дополнительная нагрузка. Сегодня мы работаем практически до вечера, до ночи иногда глубоко, и субботы, и воскресенья. И многие руководители, административный персонал работали все праздничные дни, потому что система новая, система требующая больших трудозатрат, особенно на первом этапе. Но в последующем это то, без чего, к сожалению, сегодня развитие дальнейшего здравоохранения невозможно. Вот подошел первый итог. Месяц январь, и многие больницы обратили внимание, что такое объемы медицинской помощи. Насколько они существенны, мы поговорим чуть попозже. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 54-62-72. Задавайте свои вопросы. Итак, итог первого месяца работы. Итог первого месяца работы показал, что все то, что мы требовали от руководителей, от врачей, оно стало очень сильно отражаться на финансовой составляющей, лечебных учреждений. То есть там, куда больные не шли, в тех местах, где были очереди, эти объемы оказались достаточно низкими, выполненными. То есть, ну, пролечил, условно, учреждение пролечило 500 больных, а не тысячу. Соответственно, в два раза меньше финансов поступает в эту медицинскую организацию. Пролечили в поликлинике 10 тысяч человек вместо 20, соответственно, в два раза меньше финансов поступает. Потому что счета выставляются по факту. Пролечили некачественно. То есть, выпал из цикла определенного, допустим, той же диспансеризации, выпал один из методов обследования. Оплата всего этого цикла исключена. Поэтому система обязательного медицинского страхования предусматривает выполнение объема услуг. Они не придуманы. Это вот те нормативы, которые выведены на основании более чем 20-летнего опыта. И они, в принципе, легко выполняются и даже перевыполняются в большинстве субъектов, если все организовано как положено. И строгое соответствие стандарту оказания медицинской помощи. Почувствовали это и пациенты. О стандартах медицинской помощи чуть попозже. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер, здравствуйте. Говорите. Ну, по всей видимости, технические какие-то накладки. Алло, здравствуйте. Алло, Алло, Юрий Едуардович. Алло. Да-да, вас слышим. Прошу вас, отойдите подальше от телевизора. Я хотела задать вам вопрос по поводу выписки льготных лекарств. Подождите. Говорите, говорите. Для инвалида третьей группы почему-то не выписывают льготные лекарства. Кто не выписывает? Уточните. Соцпакет, а деньги высчитали 679-05. Если можно, уточните, пожалуйста, медицинскую организацию, куда вы обращались. И если не хотите в прямом эфире... Апоменка Елена Анатольевна. Поликлиника номер 2, Силаева 3. Все, мы поставим на контроль, вас пригласят и лекарства выдадут. Спасибо. Итак, все-таки, что касается обязательного медицинского страхования, учитывая новые реалии, человеку насколько необходим этот поле, чтобы прийти и получить медицинское обследование, либо медицинские услуги в медучреждениях? Значит, вся плановая медицинская помощь, бесплатная, оказывается жителям, которые имеют полис обязательного медицинского страхования. Даже иностранным гражданам, которые в определенных условиях могут иметь такой же полис, ОМС. Экстренная и скорая помощь, она оказывается бесплатно, независимо от того, есть полис или нет. Но здесь мы тоже должны понимать, что есть определенный предел. Если все жители не принесут свой полис, им будет скорая помощь, к ним будет выезжать, и оказывать все эти услуги медицинские за счет бюджета, то очень быстро этот бюджет иссякнет, потому что он заложен на определенное количество незастрахованного населения. Поэтому мы настоятельно просим, чтобы застрахованные лица, застрахованные граждане, то есть те, кто имеет полис обязательного медицинского страхования, давали бы возможность пролечить все население Севастополя, а не только то, которое сегодня имеет полис ОМС. Потому что наша программа, которая принята, обсуждалась и в законодательном собрании на уровне комитетов, и принята правительством Севастополя, она даже принята с небольшим профицитом. Не то, что с дефицитом, с профицитом небольшим. Для чего? Для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи тем людям, которые еще находятся в стадии получения полиса обязательного медицинского страхования, понимая, что время, которое было выделено на их получение, оно было тоже достаточно коротким. Но для тех, кто сегодня имеет полис, не приносить его или отказываться показывать, демонстрировать, ну это реально просто несоблюдение рамок российского законодательства. Мы все сегодня должны понимать, что есть жесткие рамки закона, что невозможно, полис он нужен и для получения плановой помощи в системе бюджета и в системе ОМС. Если эти расходы будут происходить не в рамках этого законодательства, это называется нецелевым использованием денег. И поэтому ни один руководитель на это не будет. Есть такие правила, есть закон. Он одинаково значимый и для пациента, и для медицинского сообщества. Поэтому давайте жить в рамках этого закона. Тем более медицинская составляющая территориальной программы в два раза больше по своему объему, чем даже те средства, которые были с учетом дотации, выделены в 2014 году. Давайте же сделаем так, чтобы эти средства дошли до медицинских организаций, для того, чтобы сегодня их деятельность была на качественно новом уровне. Есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите. Алло. — Говорите, говорите, мы в эфире. — Юрий Эдуардович, у меня такой вопрос. Я чернобыльец, ну я в общем в онкологии обратился там по вопросам. Там миллионные очереди постоянно у хирургов, у шестого кабинета, там как зайдешь в коридор, то вообще дурно становится. И если поехать в онкологию, в поликлинику вот эту, там надо провести, наверное, ну, чуть не целый день. Когда это закончится очередь, я ответил на вопрос, что с онкологией делается. И столько больных, а проблемы это. Люди просто мучаются там в коридорах в этих. — Спасибо большое. — Ну, начнем с того, что у нас сегодня де-факто онкологического диспансера нет. — То есть как такового? — Да, грехи, да, это есть как юридическое лицо. Но что это такое сегодня? Это одно отделение на арендуемых площадях в терапевтическом корпусе, хирургическом. И еще одно в стареньком одноэтажном здании, где располагается в том числе и администрация лучевая терапия. Ну, вот этот 23-летний период, к сожалению, не может быть в течение полугода устранен новым руководством города. — То есть это объективные причины? — Да, но при этом, понимая, что эта проблема на самом деле очень актуальна, и потенциал онкологической службы должен быть в разы выше, он должен где-то размещаться и где-то свою медицинскую деятельность осуществлять. Поэтому у нас в рамках федеральной целевой программы заложено строительство современного онкологического диспансера с нормальной поликлиникой, под которой будет подведено достаточное количество штатов, с нормальными отделениями стационарными, с нормальными дневными стационарами. И в ближайшие 2-3 года мы планируем завершить проектирование, строительство и эксплуатацию этого учреждения. Сегодня, к сожалению, не только для онкологии, вообще наблюдается катастрофический дефицит площадей, особенно соответствующих санитарным нормам и правилам в системе здравоохранения. 23 года ничего не строилось. Один корпус, который до сих пор вводится в эксплуатацию, потому что там имеется достаточно большое количество различных вопросов и нарушений, которые требуется устранить. — Ну, будем надеяться, что удастся, и онкологический центр Севастополя появится. — Кстати говоря, в Симферополе не планируется строительство современного онкологического диспансера. — То есть даже в Симферополе… — Поэтому единственный современный онкологический диспансер будет именно в Севастополе, на всем Крымском полуострове. — Вот на этом мы и ставим точку. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Вы смотрели программу «В контексте» и фиржеинформационного канала «Севастополя продолжается». Не переключайтесь, впереди немало информации интересной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова